Друзья, давайте помолимся, давайте помолимся сейчас, попросим Господа, чтобы Он проговорил к нам, и я поделюсь с вами небольшим словом о Рождестве, о Рождестве и о выводах некоторых из Рождества для нас с вами, личных выводах для нас. Господь, мы просим Тебя, проговори к нам сейчас своим Духом Святым, мы просим Тебя, коснись нас, мы просим Тебя через свое рождение, проговори к нам. Ты родился на этой земле две тысячи лет назад, но и сегодня, Господь, твое рождение, оно прикасается, касается наших сердец, оно влияет на нас, и мы просим Тебя, пускай уроки из Твоего рождения на этой земле, из Твоего воплощения, рождения в теле на этой земле, они продолжают учить нас, Господь, и наставлять нас. Мы просим Тебя, Господь, во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, и давайте откроем с вами первую главу. Евангелие от Матфея, первая глава. С 18 стиха. С Рождеством вас, дорогие! Поздравляю вас уже со вторым Рождеством, которое вот было буквально недавно. И в это еще рождественское время такое, когда Рождество мы отпраздновали 25-го, вот седьмого снова. Когда вы праздновали? Седьмого или двадцать пятого? Я не понял. И двадцать пятого, и седьмого. Вот, как нам хорошо. А вот еще и осенью, и весной, мне подсказывают, тоже мы праздновали Рождество Иисуса. Согласен. Итак, Матфея, первая глава, с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Давайте здесь остановимся. Итак, выводы из Рождества, да, можете назвать, или уроки Рождества, можете так назвать, это такое рождественское слово. Уроки Рождества. Итак, самая первая мысль, о чем мы поговорим здесь, это мысль в Матфея, первой главе, 18 стихе. Здесь сказано, что прежде нежели они сочетались, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Мария зачала в очреве от Святого Духа. Это было сверхъестественное, непорочное зачатие, когда Святой Дух сошел на Марию, и сверхъестественным образом она забеременела внутри, и внутри нее появился ребенок, который должен был стать Спасителем всех нас, и Он стал Спасителем каждого из нас. Это зачатие произошло сверхъестественным и буквальным физическим образом, святым образом. Но для нас с вами здесь есть прообраз или аллегория, потому что Святой Дух сходит на нас сегодня, и каждый из нас может что-то в духовном смысле этого слова зачать от Святого Духа в свое сердце. Зачать от Святого Духа в свое сердце можно в тот момент, когда Святой Дух сходит на тебя, и Мария зачала Иисуса, зачала Иешуа, она зачала ребенка буквально в прямом смысле. Но можно зачать от Святого Духа, как бы можно забеременеть, получается, от Святого Духа в духовном смысле этого слова, аллегорично, символично, какой-то идеей от Господа, каким-то откровением от Него, какой-то задачей или заданием от Господа, каким-то призванием, которое Он дает тебе, которое Он в твое сердце влагает, вкладывает. И таким образом, когда мы с вами исполняемся Святым Духом, подобно Марии, в духовном и в переносном смысле этого слова, каждый из нас может забеременеть от Господа какой-то духовной идеей или духовным откровением. И я убежден, что каждый из нас уже не раз получал откровение от Бога в свое сердце. И когда мы что-то получаем от Господа в свое сердце, оно бывает странным. Вы согласны, что когда Мария зачала от Господа, и когда она получила от Господа это откровение, что это сверхъестественно, это было необычно и это было странно. Давайте прочитаем дальше. Итак, мы тоже можем сегодня от Святого Духа принимать какие-то идеи, подобно Марии. Конечно, не так, как она, но подобно. 19 стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Видите, для него это была очень странная идея. И для Марии это была идея очень необычная. Так и у нас бывает, что мы от Бога получаем какие-то необычные, радикальные идеи. Но это еще больше доказывает, что это Бог, потому что наше мышление очень часто оно в коробочке. Мышление Бога за пределами наших границ, за пределами наших рамок. И это как раз-таки та история, когда то, что произошло, выходит за пределы человеческого понимания. И хотя буквально с нами не может произойти то, что здесь произошло с Марией, но что Святой Дух хочет делать с вами и со мной, Он хочет выводить нас за рамки нашего мышления. Скажите аминь. Вы открыты к тому, чтобы Святой Дух вывел вас за рамки вашего мышления, за рамки наших парадигм, устоев, стереотипов, традиций. Вы согласны, что Бог, Он больше, чем наше представление о Нем, и что Бог порой может удивлять нас и делать то, чего еще мы даже не могли себе вообразить. Вы согласны, что Бог способен на это? Вы открыты к тому, чтобы Господь мог сделать в вашей жизни новое, чего еще не было. Вы открыты к тому, чтобы принять от Него что-то такое, что удивит вас и удивит окружающих вас. И даже может показаться странным, необычным, непонятным, даже может в какой-то момент пугающим, потому что непонятное и даже просто новое оно пугает. Вы знаете, что новое пугает нас? Мы не любим новое. Иногда мы его хотим, но мы его все равно боимся. И иногда мы так привыкаем к старому, что даже мы боимся войти в лучшее новое, потому что привыкли к тому старому. Вы готовы, если Бог поведет вас на новый уровень и поведет вас к чему-то большему и лучшему, вы готовы пойти за Господом? Даже если вам не будет хотеться, даже если вы уже осели на этом уровне, и колья укоренили, но вдруг этот облачный столб взял и двинулся, вы готовы свернуть шатер и пойти за ним? Вы готовы снова собирать кастрюли? Вы готовы снова сворачивать шатры и опять идти за ним? Помните, как евреи шли из Египта в землю обитованную? Помните? Представляете вот это состояние в течение 40 лет, когда ты разбиваешь шатер, и ты не знаешь в тот момент, куда двинется облачный или огненный столб? И ты не готов к этому? И вдруг клич идет по стану «Двинулся! Двинулся!» И представляете вот это состояние, когда ты просыпаешься, тебе надо снова разбирать палатку, и тебе нужно снова двигаться, идти куда-то вперед. И ты не знаешь, когда остановится этот облачный столб. Он останавливается, и все остановились. И потом опять разбили палатку, и никто не знает, сколько здесь мы будем стоять. И потом он двигается снова, и опять тебе нужно сворачивать палатку и идти снова. И так всю жизнь. И когда Мария приняла от Господа это откровение, и когда она забеременела внутри от Господа, это было радикальное, новое, непонятное. Это изменило всю ее жизнь навсегда. И Бог нашел человека в лице Марии, открытого к нему. Потому что не каждый бы согласился к тому, чтобы такое пройти. Не каждый бы согласился. И у меня вопрос к каждому из нас. Готовы ли мы, подобно как Марию, как Мария, открыться к новому от Господа? И это то, к чему Бог призывает нас. Быть как Мария. Открыться к необычному. Понятно, что вы понимаете, что это не буквально. Понятно, что речь идет у Марии другая ситуация. И речь идет не о том, чтобы Святой Дух сошел на нас, и мы забеременели буквально в прямом смысле этого слова. Надеюсь, что все это поняли. Но речь идет о том, чтобы быть открытыми к необычным вещам. Необычным к тому, чего еще не происходило. То, что произошло с Марией, произошло с ней впервые. Много хороших вещей уже с нами произошло. Но Бог готовит нас к тому, что произойдет с нами снова, и это будет впервые. Вы готовы к новому, друзья? Вы открыты к совершенно новому, чего с вами еще не случалось? Рождество учит нас с вами этому. Давайте откроемся к совершенно новым вещам, которые с нами не происходили. Рождество учит нас тому, что давайте откроемся к большему, чего еще с нами не было. Мария была открыта к этому, и потому с ней это случилось. К людям, которые ожидают Божьего движения, Божье движение придет. К людям, которые хотят идти выше, это придет. К людям, которые хотят большего, это большее придет. Итак, Иосиф посчитал это странным. Это было для него необычно. И точно так же, когда приходит к нам что-то от Господа, иногда мы это считаем странным, необычным. И люди вокруг нас могут это не понять сначала. Итак, 20 стих. Когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Когда Иосиф сказал, Мария, это странно, что ты беременна от Духа Святого. Это очень странно. Ночью к нему пришел ангел и дал ему сверхъестественное подтверждение. Знаете, чему учит нас эта история? Если ты получаешь от Господа что-то странное, новое, необычное, тебе нужно подтверждение. Тебе нужно подтверждение. В этом случае подтверждение пришло ночью, через ангела к Иосифу. Подтверждение может прийти к тебе через твоих близких, через твоего мужа, через твою жену. Подтверждение может прийти через твоих родителей или через твоих детей. И, конечно же, подтверждение может прийти к тебе даже через твоего лидера. Кто может сказать на это «Аминь»? Кто может прийти к нам подтверждение? Иногда нам кажется, ну вот подтверждение придет только через самого главного. Вот когда Борис Саулович скажет, это точно подтверждение. А когда лидер моей домашней группы говорит, то это еще неизвестно. Но Бог может использовать даже осла, друзья. Скажите «Аминь». И Бог может использовать твоего лидера тем более. Скажите «Аминь». На это Он и поставил наших лидеров. Нам нужно проверять свои откровения, друзья. Аминь? Нам нужно проверять свои откровения. Нам нужны подтверждения. Слава Богу за то, что Бог никогда не скупится на подтверждение. Если ты попросишь у Бога подтверждение тому, что Он тебе дал, ты не согрешишь. Запишите себе. Запишите. Если я попрошу подтверждение, я не согрешу. Вы согласны? И даже более того, я вам скажу. Подтверждение, что это Бог, подтверждение, что это Бог, не покажет, что вы маловерны. Не покажет, что вы маловерны. Если вы просите подтверждение, это совсем не означает, что вы бездуховные. Потому что даже самые духовные люди нуждаются в подтверждении. Аминь, сказал Борис Саулович. И это было только что подтверждение, друзья. И хотя казалось, что подтверждение было естественным образом, но это через естественное громкое аминь, сверхъестественным образом Господь подтвердил то, что мы сейчас говорим. Нам нужны подтверждения, друзья. И подтверждения не показывают, что мы маловерны. Это первая мысль. И еще одна мысль. Подтверждение. Подтверждение. Бог может дать тебе, в принципе, столько подтверждений, сколько тебе нужно, если ты будешь просить. То есть, если тебе недостаточно одного подтверждения, попроси еще. Попроси еще. Помните история про Гедеона? Он бросал шерсть и говорит, Господь, подтверди мне. Потом еще раз, Господь, подтверди мне. И наш Бог милосердный, и Он подтвердит тебе. Еще и еще. Но, если ты уже знаешь точно, что это Господь, и ты снова и снова просишь подтверждения, просто потому, что не хочешь слушаться, знаете, такое бывает, уже все понятно, но мы не хотим слушаться, и потому делаем вид, что мы не поняли, и говорим, Господь, подтверди мне еще раз. А на самом деле уже все понятно. Господь опять подтверди, и Он снова подтвердил. Господь еще одно знамение. В один момент, если мы будем слишком долго медлить, Господь может замолчать, и больше не придет никаких подтверждений. Мы можем тогда сказать, о, значит, все-таки не от Бога это было. Раз больше нет, 121 подтверждения нет, не от Бога это было. Но на самом деле, на самом деле Бог не будет нам навязываться, друзья. И если Он по милости Своей может дать нам много подтверждений, но тем не менее, тем не менее, есть предел, есть предел в тот момент, где Бог не хочет нарушать нашу свободную волю, и где уже понятно, что мы не хотим слушаться, и в тот момент подтверждения могут прекратить к нам приходить. Мы можем это истолковать, как, наоборот, подтверждение своего нежелания слушаться, и как сказать, о, раз перестали приходить подтверждения, значит, не от Бога оно было. Но мы должны быть очень осторожными. Потому что если подтверждения приходили снова и снова, как говорил Иешуа, свидетельство двух и трех истина, если пришло и два, и три раза, или еще больше, уже, знаете, друзья, есть момент, когда нужно принять решение слушаться. Нужно слушаться и проявить послушание. Потому, получив подтверждение, прояви послушание. Как Мария, будь послушен Господу. Как Иосиф, будь послушен Господу. Итак, ангел сказал Иосифу, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию и жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Итак, когда пришло подтверждение, знаете, что сделал Иосиф? Он послушался. Рождество нас учит послушанию. Вы можете себе это пометить также. Рождество нас учит послушанию Господу. И Мария послушалась, и Иосиф послушался. Послушные будут использованы Богом. Ты хочешь быть больше использованным Богом? Развивай больше послушания. Развивай послушание на уровне характера. Если послушание будет у нас не на уровне характера, знаете, в чем разница между послушанием как событием и послушанием как характером? Послушание как событие – это когда ты слушаешься только тогда, когда тебе хочется, и ты выбираешь, в чем ты будешь слушаться, а в чем не будешь. Это опасное послушание, потому что однажды, в тот момент, когда надо будет послушаться, а ты не послушаешься. Потому что пропустишь. В какой-то момент ты почувствуешь, а вот сейчас я не хочу слушаться. Послушание как характер. Вот что нам нужно, друзья. Потому что послушание на уровне характера – это послушание и днем, и ночью. Ты не выбираешь тогда ситуацию, в которой ты будешь послушен, а когда ты не будешь. Ты, как Иосиф, ты, как Мария, ты, как Ишуа, послушен всегда. Нам нужно послушание как характер. Итак, Иосиф послушался, Мария послушалась. И вот что сказал им Господь. 21 стих. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, сказал Господь им, что вы зачали, и вы родите, и вы родите. Друзья, мы с вами тоже от Святого Духа принимаем разные идеи. Мы от Святого Духа принимаем разные проекты. И потом, как женщина, она 9 месяцев вынашивает этого ребенка внутри. У каждого проекта или у какого-то дела, которое ты от Господа принимаешь, есть период вынашивания. Когда что-то получив от Господа, ты вынашиваешь внутри. Ты держишь это внутри. Ты как бы перевариваешь. Оно все становится яснее, все становится четче. И есть время от того, что ты получаешь от Господа, и до момента рождения. Есть время. Как ребенка нельзя родить недоношенным. И нельзя переносить. Так и с тем, что мы получаем от Господа. С одной стороны, есть вещи, которые слишком рано кому-то рассказывать. Иногда мы делаем с вами такую ошибку. Получив что-то от Господа, мы слишком рано кому-то рассказываем. Вы помните Иосифа, который рассказывал свои сны братьям? И вы помните, чем это закончилось? Конечно, Бог это использовал. Но, наверное, если бы вернуть назад, Иосиф бы, наверное, не торопился бы рассказывать свои сны. Может быть, в тюрьме он об этом думал. Зачем я им рассказывал эти сны? Провоцирую их. Вы знаете, мне такой сон сегодня приснился. Можно поделиться на своей домашней группе. И что же тебе за сон приснился? Ты знаешь, лидер, я видел сон, что... Доброе утро тем, кто уснул. Всем доброе утро. Я лично проснулся только что. Я не знаю, как вы, но я резко вдруг только что пришел в себя. Вот до этого звука я думал, что я в себе, но теперь, оказывается, я полностью в себе. Спасибо большое. Спасибо тем, кто... Спасибо за спецэффекты. Да, мы встрепенулись. Прямо такое возбужденное состояние появилось. Такое прямо... Вы чувствуете, как мы проснулись? Итак, то есть вы поняли, что нельзя расслабляться, да? Не расслабляйтесь. О чем я говорил вообще? Сном поделился? Каким сном? Кому был сон? Мне был сон? Нет, я такого не мог сказать. Что я говорил? Нельзя спешить рассказывать. Спасибо большое. И вы на домашней группе... Мы приходим на домашнюю группу... Да, про сон. Про сон, спасибо. Приходишь на домашнюю группу и говоришь, лидер, ты мне поклонишься. Я видел сон, где ты станешь моим помощником. Вы можете представить разговор с своим лидером? Лидер, вы станете моим помощником. Я видел сон. А он скажет, да нет, такого быть не может. Нет, сверхъестественно, реально вообще. Я видел. Сверхъестественно. А вообще, в принципе, такое может быть? Ну, теоретически такое может быть. Скажите, а это правильно о таком рассказывать? Ну, неправильно. Это будет воспринято как гордость. Правильно? Это будет воспринято как гордость. И на самом деле это может быть гордость. Потому если даже Бог тебе что-то показывает, не надо спешить об этом рассказывать. Надо быть в смирении. Аминь? Надо быть в смирении. Потому что, если даже тебе Бог что-то показал, очень часто мы думаем, что это произойдет сразу. Вы заметили? Что иногда вот что мы делаем. Мы иногда вредим Божьей работе, я даже могу сказать, вредим, тем, что получив что-то от Бога или увидев, мы думаем, что это произойдет завтра. И мы начинаем ускорять события. Вот что я обнаружил, что очень часто то, что Бог показывал в моей жизни раньше, произошло спустя много лет. Много лет. Когда Иосиф увидел свои сны, прошло много лет, прежде чем они исполнились. Когда апостолу Павлу Бог сказал о том, что он будет проповедовать народом, прошло что-то около 17 лет только, как он начал свое служение. Мы иногда хотим быстро выскочить, быстро начать. И Ишуа родился, было сказано, что он спасет человечество, но прошло 30 лет, прежде чем он вырос, начал свое служение. 30 лет! Очень часто мы торопимся. Нам не хватает порой терпения. Наш Бог терпеливый. Получив что-то от Господа, прояви терпение. Вы можете записать это. Запишите, пожалуйста. Это очень важно. Нам так важно проявлять терпение, ожидая обещанного от Господа. Ожидая обещанного от Господа, проявляй терпение. Ты чего-то ждешь от Господа? Он должен что-то сделать для тебя. Но этого еще не произошло? Продолжай ожидать. Продолжай ожидать в молитве. Продолжай ожидать в вере. Продолжай Богу служить. Не расстраивайся. Не падай духом. Оставайся на своем месте. Не уходи. Не отчаивайся. Продолжай делать то, что ты делаешь сегодня. И то, что ты делаешь сегодня, приведет тебя к большему. Скажите Аминь. Если ты чувствуешь, что Бог тебя призывает к большему, будь верен в том, что ты делаешь сейчас. И то, что ты делаешь сейчас, поднимет тебя туда, где ты будешь там в будущем. Верный в малом будет поставлен над большим. Верный в малом будет поставлен над большим. Может ли Бог тебя назвать верным в малом? Мы должны всегда задавать себе этот вопрос. Обращаясь ко мне, может меня Господь назвать верным в малом? Мы должны услышать от него. Молодец, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над большим тебя поставлю. Скажите, пожалуйста, кто нас ставит над большим? Мы сами себя ставим? Или Бог? Бог, дождись, пока Бог тебя поставит над большим. Не бери сам свое. Вы помните Авраама, который не дождался того, что Бог ему дал, что ему Бог должен был дать Исаака и родил кого? Измаила. Не роди, Измаила. Дождись, Исаака. Дождись, Исаака. Ты не будешь рад тому, что придет к тебе не вовремя. Ты не будешь рад. Лучше подожди еще год, два года, три. Лучше подожди, потому что если оно придет к тебе даже через пять лет, даже через десять лет, зато никто у тебя это не отнимет. Друзья, то, что к нам пришло от Господа в правильное время, правильными методами, правильными путями у нас нельзя будет отнять. Дьявол всегда предлагает нам быстро, легкими путями и прямо сейчас. Господь, когда Он нам что-то дает, обычно это требует времени. И не только времени, оно требует правильных путей. когда Бог нас ведет своими путями, Он нас просит не срезать углы. Когда ты вот бегаешь по стадиону, есть искушение срезать углы. Да, ты прибежишь первым, да, ты прибежишь первым, но это не будет засчитано. Что тебе лучше? Прибежать позже, но чтобы это засчитали, или срезать углы, и потом прибежать первым, но тебе это не засчитают. в служении. Есть искушение строить служение неправильными методами, с неправильными мотивами. Друзья, лучше, лучше медленнее, лучше медленнее, но с правильным сердцем. Лучше медленнее, но в святости, друзья. Лучше медленнее, но пускай это будет угодно Господу. Скажите «Аминь». Потому что тогда у нас это нельзя будет отнять, друзья. Тогда оно останется нашим навсегда. Итак, «Родит же Сына, наречешь Ему имя Иисус, и Он спасет людей Своих от грехов их». 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел Ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя Иисус». Иешуа. Видите, они были все послушны. Мы с вами видим, что они все послушались. Они все были послушны. Давайте прочитаем теперь глава вторая с первого стиха. «Когда же Иешуа родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Давайте здесь остановимся. Итак, друзья, царь Ирот, царь Ирот, он тоже захотел поклониться Иешуа. Он сказал, «Когда вы его найдете, придите обязательно ко мне и скажите мне, потому что я тоже ему хочу поклониться». На самом деле, это не было искреннее желание его поклониться. Он хотел убить младенца, когда его найдет. Этот дух Ирода, жив по сей день, этот дух Ирода, который наполнял его, этот дух, который через Ирода хотел убить младенца тогда, хочет убивать откровения, которые от Святого Духа приходят к нам сегодня. Что бы ты ни получил от Господа в свое сердце, дьявол попытается это уничтожить. И пусть для нас это не будет сюрпризом. Подготовлен, предупрежден, значит вооружен. Знай, что бы Святой Дух не проговорил в твое сердце, обязательно будет оппозиция, духовная оппозиция. Не вини людей, не вини людей, которые, наша брань не против крови и плоти, не вини людей, которые могут выступать против того, что Господь в твое сердце проговорил. Не обвиняй людей, наша брань не против людей. Есть дух Ирода, который попытается уничтожить то, что есть внутри тебя. Будь к этому готов. Наша задача этого младенца внутри сохранить и к родам привести. Наша задача, то, что Святой Дух в твое сердце говорит, это воплотить на практике, чтобы этот младенец родился, вырос, и на самом деле, чтобы это принесло благословение. Чтобы этот проект, который ты вынашиваешь в своем сердце, принес благословение. Это служение, которое ты вынашиваешь в своем сердце, принесло благословение. И до этого момента нужно дойти. И это будет непросто. Обязательно будет сражение. Ирод попытается младенца убить. Итак, когда Ирод спросил у волхвов, скажите мне, пожалуйста, а где же будет этот младенец? Волхвы поступили очень наивно, по простоте своей. Они не знали, что это сработает во зло. Они не знали. И поэтому мы с вами должны здесь тоже видеть урок такой, что нужно быть очень осторожными с тем, кому и что мы рассказываем, друзья. Потому что если ты будешь делиться с неправильными людьми своими мечтами, кто-нибудь может попытаться убить твою мечту. У Рика Реннера есть такая книга «Похитители мечты». Читал кто-нибудь из вас эту книгу «Похитители мечты»? Я читал книгу Рика Реннера «Похитители мечты». И он там пишет о том, что есть очень много разных людей, через кого этот дух Ирода может попытаться убить твою мечту и сказать «У тебя не получится, ты не получишь исцеления, твои родные не спасутся, ты не сможешь сделать это служение, ты не справишься, ты неудачник, ты грешник, ты не достоин Богу служить, ты не достоин в общину ходить». Вот этот голос Ирода, он продолжает и сегодня говорить с нами. Сохрани этого младенца от этого Ирода. Итак, здесь можно также увидеть через Волфов такое, как проявление наивности. Наивность – это очень хорошо. Наивность – это такое, знаете, как детское такое. Иисус сказал «Если мы не будем как дети, мы не войдем в Царство Божие». Аминь. Наивность – это хорошо, или лучше сказать простота – это хорошо. Но в наивности есть одна такая обратная сторона, что можно по наивности согрешить или по наивности можно сделать ошибки. В наивности есть такое… Иногда наивности не хватает мудрости, друзья. Наивность без мудрости – это нехорошо. Наивность как искренность – это хорошо. Наивность как простота – это хорошо. Но наивность без мудрости, без предвидения вперед, когда ты не подумал наперед – это нехорошо, друзья. И потому, с одной стороны, мы как христиане должны быть наивными. И тебя спросили, ты ответил. Ведь меня же спросили, как же я не отвечу. А с другой стороны, нам нужно уметь быть дальновидными, друзья. И нужно чувствовать. Нужно чувствовать, где что нужно рассказывать, а где что не нужно рассказывать. И кому что нужно рассказывать, а кому что не нужно рассказывать. Потому что береги свое откровение в своем сердце, чтобы кто-то не повредил ему. Итак, 11 стих Войдя в дом, вот эти волхвы увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, отдав сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну Запишите, пожалуйста Бог обеспечит свое откровение материально Бог обеспечит свое откровение материально Тебе нужны деньги? Ты хочешь записать новый музыкальный альбом, и у тебя нет денег? Ты хочешь начать какое-то служение, и у тебя нет денег? Ты хочешь открыть какое-то служение, или ты хочешь какую-то поездку поехать, у тебя нет денег на билеты? Пусть то, что у тебя нет денег на билеты, не остановит тебя Ты хочешь кого-то пригласить, проповедовать, и у тебя нет денег, чтобы оплатить ему дорогу? Скажите, пожалуйста, неужели Божью работу должно останавливать то, что у нас не хватает денег? У меня к нам ко всем вопрос Достаточно ли денег у Господа? И должны ли мы рассчитывать, делая Божью работу, на свои ресурсы или на Божьи ресурсы? Скажите мне, пожалуйста Если Бог о чем-то говорит в наше сердце, если Он вкладывает в наше сердце свои желания, дает нам какое-то видение, Он и обеспечит это Скажите Аминь Внимание, важная мысль Вы можете ее записать Это одна из идей, которая однажды изменила мою жизнь Это откровение однажды изменило мою жизнь И это может сейчас изменить жизнь вашу Вы готовы? Когда ты получаешь от Бога откровение О том, что нужно что-то сделать И ты еще не решил У тебя не хватает Ты смотришь на то, есть у тебя деньги, нет у тебя денег Вот что нужно сделать Когда ты думаешь о будущем Когда ты от Бога получаешь видение Вот что сделай Представь, что у тебя есть достаточное количество денег Вообрази Что у тебя есть достаточное количество денег И что у тебя есть достаточное количество людей Вообрази это И когда ты воображаешь Включаешь свое воображение И представляешь У тебя есть достаточное количество помощников И у тебя есть достаточное количество денег Что бы ты сейчас сделал? Вопрос. Если бы сейчас у тебя было достаточно денег и достаточно людей, что бы ты делал прямо сейчас? И следующее, так как мы на ретрите, это не просто проповедь, а это такое движение в духе, то прямо сейчас задайте этот вопрос себе. Вообразите, у вас есть достаточно денег и достаточно людей. Вообразите, что есть деньги, есть помощники и нет ничего невозможного. Что бы вы хотели сделать? Напишите себе это. Запишите. Вот прямо одну минуту времени я даю, чтобы мы с вами, так как мы в уединении с Господом сейчас, это ретрит, это время с Ним. Что вы хотите сделать? Какая есть в вашем сердце мечта, но у вас не хватает на нее денег? Какая есть в вашем сердце мысль, и не хватает вам помощников? Вы пастор, вы лидер, вы служитель, не хватает вам людей. И то, что вам не хватает людей, это одна из отговорок, что не стоит это делать сейчас. Но если бы было достаточно людей, что бы вы сделали? Но если бы было достаточно денег, чем бы вы занялись прямо сейчас? Вообразите, есть люди, есть деньги. Это то, что я делаю, когда Бог говорит в мое сердце. Если он о чем-то мне начинает говорить, я заметил. Обычно я начинаю отмазываться, я начинаю отговариваться, я начинаю придумывать, почему я не могу это сделать, как бы споря с Богом. Я начинаю говорить, но денег нет, но помощников недостаточно, как я могу это сделать? И я начинаю отговариваться. И в этот момент я включаю воображение. И начинаю представлять, а что если у меня было бы достаточно денег? Что если бы у меня было бы достаточно людей? И что если бы мои обстоятельства были бы благоприятствующие? Это еще одна наша отговорка. Обстоятельства не благоприятствуют. Если бы у тебя было достаточно денег, достаточно людей, и обстоятельства благоприятствовали, что бы ты делал? Это важный вопрос к нам. Мы в уединении с Богом. Ответьте сейчас, прямо сейчас на этот вопрос. Что бы вы делали, если бы было достаточно денег, людей и обстоятельства благоприятствовали? Загляните в свое сердце. Что бы вы делали? Давайте прямо сейчас помолимся. Прямо сейчас помолитесь. Дух Святой, говори в наши сердца сейчас. Господь, мы просим Тебя. Господь, мы просим Тебя. Проговори к нам. К чему Ты нас побуждаешь, Господь? Говори ко всем служителям, ко всем пасторам, ко всем раввинам. Говори, Господь, ко всем лидерам. Говори к каждому из нас, Господь. Мы просим Тебя в наших обстоятельствах. Что в нашем сердце, Господь? Что Ты вкладываешь в наше сердце? Боже, мы просим Тебя, двигайся посреди нас и говори в наши сердца, что Святой Дух говорит Тебе, что говорит Тебе Святой Дух. Попытайся это вычислить. Это слишком большая мечта. Ну а что, если бы вас эта мечта не испугала бы? Что бы вы начали делать? Что бы вы начали делать прямо сейчас, если бы вы знали, что все просто, все легко? А может быть, кого-то останавливает не недостаток денег или людей, или опыта, а может быть, вы чувствуете себя недостаточно квалифицированными и недостаточно подготовленными к тому, что Святой Дух говорит в ваше сердце, и вам кажется, что еще вы не квалифицированы? Тогда представьте следующее. А что, если вы представите, что у вас достаточно знаний и достаточно опыта? Что бы вы делали тогда сегодня? Говори к нам, Дух Святой. Так вот, друзья, у меня к вам есть важное слово на основании Рождества. Никогда на основании Рождества из Евангелия от Матфея, на основании истории Рождественской из Библии, никогда, друзья, мы с вами не будем достаточно квалифицированы. И нет такого человека, кто бы чувствовал себя достаточно квалифицированным к тому служению, что он призван. Все служители, все те, кто послушен Богу, постоянно чувствуют себя недостаточно подготовленными в своем характере, в своем духовном росте, в своих профессиональных навыках. Нет тех людей, кому вот прямо было бы, вот ты смотришь, и вот прямо достаточно ресурсов, потому что те, у кого больше ресурсов, обычно у них такие мечты, что их ресурсов все равно недостаточно. И когда мы смотрим и думаем, ну вот у того человека больше ресурсов, потому, наверное, ему-то легко. Но если у него больше ресурсов, у него и мечты больше, и его ресурсов ему все равно недостаточно. Мы все в одинаковом положении, друзья. У кого больше денег, у кого меньше. У кого больше помощников, у кого меньше. те, у кого много помощников, всегда мечтают о том, на что им не хватает помощников. А может быть, кто-то чувствует себя недостойным для Божьей работы? Может быть, кто-то чувствует себя недостойным? Тогда у меня для вас тоже есть новость. Ни один из нас никогда и не будет достойным. Вы правильно себя чувствуете. И я чувствую себя недостойным для того, чтобы Бог меня использовал. Я недостоин. И только из-за жертвы Ишуа Бог может нас использовать. Так вот, друзья, к чему я все это клоню? Вычислите то, что бы вы делали, если бы у вас было достаточно денег, достаточно знаний, опыта, если бы вы были достаточно квалифицированы, если бы у вас было достаточно помощников, и ваши обстоятельства были благоприятны, чем бы вы тогда занимались? Найдите это в своем сердце и посвятите этой цели свою жизнь, друзья. Сделайте это сегодня и прямо сейчас. Если вы можете сегодня, каждый из нас может сегодня сделать одну маленькую мелочь для достижения этой большой цели. Ты можешь сделать один маленький шаг? Сделай один маленький шаг. Когда мы смотрим с вами на огромные задачи, очень часто они нас с вами пугают. Нам страшно, когда мы смотрим на огромные задачи, потому что мы хотели бы перепрыгнуть из того, где мы сегодня, туда в будущее и прямо сейчас это сделать. Не надо этого делать. Никто от тебя этого не ожидает. Делай один маленький шаг, который ты можешь сделать, но в сторону своей цели, в сторону своей мечты. Ты можешь что-нибудь сделать для того, чтобы приблизить? Ты можешь сделать звонок? Ты можешь помолиться? Ты можешь с кем-то встретиться? Ты можешь что-то сделать? Сделай это. Сделай это. Начинай практическое движение к своей цели. Начинай практические шаги по достижению своей мечты. И делай шаги веры. Не дожидайся денег. Не дожидайся благоприятных обстоятельств. Никогда не будут все обстоятельства благоприятные. Начинай делать то, что есть в твоем сердце прямо сейчас. Хотя бы маленький шаг без денег. Это важный урок для нас, друзья. Когда волхвы пришли к Иешуа, кто мог предвидеть, что они придут? Никто не мог этого предвидеть. Они просто пришли. Когда потом Иешуа накормил всех 12 тысяч людей, помните? Или 5 тысяч людей он накормил. И вы помните, да, что он взял 5 хлебов, 2 рыбки. Он их умножил. Кто мог это предвидеть? Никто не мог этого предвидеть. И когда он, когда он всех собрал, когда он всех собрал и всех накормил, это было все сделано верой. Верой он пошел по воде. Верой его служение было обеспечено. Он доверял Отцу и шел верой. Делай шаги верой. Делай шаги верой. Напишите себе, пожалуйста, этот призыв. Делай шаги верой. Вы можете это подчеркнуть. Вы можете это обвести. Делай шаги верой. Верой мы общаемся с Богом. Верой мы слушаем голос Божий. И верой мы повинуемся Богу. Нам так бы хотелось, чтобы лежало достаточно денег, было достаточно помощников, чтобы у нас было достаточно опыта и знаний, обстоятельства благоприятствовали. И вот тогда мы послушаемся и начнем это делать. Но, друзья, так не будет никогда. Тогда нам не нужна была бы вера. Если тебе не хватает денег, вот это правило. Сначала ты действуешь, потом приходят деньги. Сначала ты действуешь, потом приходят помощники. Помощники присоединяются к тому, кто уже ввязался в драку, так сказать. Помощники приходят к тому, кто уже помогает и не справляется. И в этот момент какие-то люди видят, что тебе нужна помощь и вовлекаются. Но сидеть и ждать, пока у тебя появятся помощники, или сидеть и ждать, пока у тебя появятся подготовленные и квалифицированные помощники, бесполезно. Ты будешь сидеть всю жизнь. Начинай трудиться с такими помощниками, каких тебе Бог дал людей прямо сейчас. На твой взгляд они недостаточно подготовлены? На твой взгляд они недостаточно квалифицированы? А мы были с вами квалифицированы и подготовлены, когда Бог нас взял в тот самый первый день? А мы с вами что-нибудь знали и что-нибудь умели? Те, кого уже сегодня Бог использует, и кто уже чувствует сегодня себя более-менее опытным служителем, мы были ноль некоторое время назад. А Бог нас взял и таких стал использовать. И какие-то более зрелые люди разрешили нам участвовать в их служении. Разрешили нам стать помощниками. Не дожидайся, что Бог тебе даст других людей. Не дожидайся, что придут те лучшие какие-то, с кем ты начнешь работать, какие-то уже готовые люди, готовые люди. Не дожидайся. Прямо сейчас без денег начинай движение. Без людей начинай движение. Деньги пойдут следом. Люди пойдут следом. И обстоятельства сформируются следом. Нам нужно главное – получить от Господа цель и двинуться. А получая от Господа цель, нам нужно быть уверенными, что это от Господа. Для этого нам нужны подтверждения. Но для этого нам нужно послушание и также смелость, друзья. Запишите еще про смелость. Нам нужна смелость. Иногда мы не слушаемся Бога из-за малодушия, друзья. Бог говорит, Иеремия, Он сказал, не говори, что я молот. Помните? Не говори, что я молот. Ко всем, кому тебя пошлю, ты пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, ты скажешь. Не говори, я молот. Не говори, у меня нет денег. Не говори, я не квалифицирован. Не говори, я не подготовлен. Вспомните Моисея. Я косноязычный. Найди другого. Даже если ты косноязычный. Не говори. Так. Бог говорит, ко всем, кому тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что повелю тебе, ты скажешь. Нужны послушные, друзья. Нужны послушные. Иногда даже более достойные. Они не будут использованы, потому что оказались непослушными или робкими. Дальше сказал ему Господь. Не малодушество, Он сказал, пред ними, чтоб я не поразил тебя в глазах их. Некоторые вещи в нашей жизни могут не произойти из-за трусости, друзья. Из-за того, что мы не проявили смелость. Мы все в своем духе смелые, как образ и подобие Божье. Лев. Боже, лев. Вот этот лев, который вот здесь, на этой картинке есть. Вот этот лев живет в каждом из нас. В нас ягненок, но в нас есть лев. Высвободи этого льва из себя. Будь смелым. Бог говорил Иисусу Навину, будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Если только ты будешь тверд и мужествен, ты войдешь в эту землю, которую я обещал тебе. Но для этого будь тверд и мужествен. Бог говорит тебе, будь тверд и мужествен. Будь смелым. Прояви смелость. Прояви смелость. Двинусь вперед. Смело. Только смелый увидит победу, друзья. Не молодушествуй. Прояви смелость. И тогда ты увидишь победу. Когда мы читаем эту историю про Рождество, мы видим смелость, друзья. Мы видим смелость и послушание. И дальше посмотрите. Тринадцатый стих. Когда они отошли, волхвы отошли. И так обеспечение пришло. Мы прочитали с вами про волхвов, да? Обеспечение пришло. Так и к тебе обеспечение придет. Обеспечение придет. Все, что Бог делает, Он все Сам обеспечит. А ты двигайся верой. Двигайся верой. Даже если не видишь еще этого обеспечения, поверь, Бог обеспечит. Доверяй Богу. И дальше. Получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Слушайся, руководство. Слушайся, руководство. Иным путем отошли в страну свою. Иногда. Смотрите, важный момент. Иным путем отошли в свою страну. Им пришло руководство через сон. Иногда нам нужно с вами, друзья, прислушиваться ко снам. Не все сны нужно слушать. Не все сны. Бывает много снов неправильных. Просто сны. Но бывают сны, которым нужно прислушиваться. К ним пришли сны, они послушались этих снов. Верой. И у них получилось. Но бывает такое, что руководство приходит не через сон. Чаще всего, друзья, руководство приходит через людей. А через людей очень часто руководство приходит через твоего лидера. Через твоего лидера. Когда к тебе придет руководство через твоего лидера, оно может вот каким быть. Смотрите. Через твоего лидера Бог может тебе сказать, иным путем пойти. Видите, здесь написано. Иным путем пошли в страну свою. Ты уже придумал путь. У тебя уже в голове есть то, как нужно сделать, а вдруг тебе лидер говорит про иной путь. Будь открыт к иным путям достижения той же самой цели. То есть они достигли своей цели, они отошли в страну свою. Но другим путем. Ты открыт к другим путям. Иногда мы бываем такими однобокими. Мы вдолбили себе в голову и не можем посмотреть по-другому. Вы когда-нибудь решали задачи? Или вы, конечно, решали задачи, но вы помните, как вы решали задачи в детстве? Вы помните, как, когда ты решаешь задачу, и вот только один путь, как решить эту задачу, он тебе в голову лезет, и никак ты не можешь посмотреть с другой стороны, как решить эту задачу. И так порой нужен человек, который бы с другой стороны посмотрел и сказал, да вот, по-другому же можно решить эту задачу. Вот так в нашей жизни, друзья, нам нужны люди со свежим взглядом на обстоятельства, которые скажут тебе не так, как ты думал, не про тот путь, будь открыт к новым путям. Очень часто это приходит через твоего лидера, когда лидер твой придет к тебе и скажет, а давай другим путем это сделаем. Умей посмотреть другими глазами с другой стороны. Но также если ты лидер, такое может быть, что через твоего помощника придет к тебе вот это откровение сделать что-то другим путем. Будь открыт к тому, чтобы сделать это иным путем, как тебе придет слово через твоего помощника. Если твой помощник что-то говорит тебе, задумайся, может быть это на самом деле правильно, и тогда нужно быть в смирении, и не надо что-то делать только потому, что это мое. Если это правильно, если это мудро, нужно это сделать. И не важно, что не через тебя пришла эта идея, ведь главное не чтобы через меня, а главное, чтобы цель была достигнута. Скажите Аминь. Аминь. Итак, когда 14 стих, он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И был там до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал он от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и нет, и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. И он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И придя в городе, называемом Назарет, да сбудется реченое через... и поселился в городе Назарет, да сбудется реченое через пророков, что он Назареем наречется. Итак, опять мы видим послушание, когда Иосиф слушается шаг за шагом. Обратите внимание, что Рождество нас учит вот чему. Бог не открыл Иосифу все шаги наперед. Заметьте. Каждый раз он ему открывал только следующий шаг. Он слушался и только после того, когда он выполнял то, что ему сказали, ему было открыто следующее. Вы заметили? А когда-нибудь вы чувствовали, что хочется увидеть наперед все шаги сразу? Как хочется увидеть, как оно будет развиваться во всей нашей жизни так происходит? Как бы нам хотелось заглянуть туда в будущее, увидеть все вот эти непредсказуемые варианты развития событий, и потом почувствовать себя уверенно и пойти? Так не работает. Будущее – это потемки. Это потемки. Мы с вами как в темноте идем. Будущее приближается, и мы даже не знаем, что произойдет завтра. Мы с вами не знаем. И мы, может быть, даже завтра удивимся. Произойдет новое, чего еще не было. Вы удивлялись когда-нибудь, что что-то происходило, и вы думали, вот как же это случилось? Ведь кто мог такое подумать, что такое будет происходить? Сколько много людей сейчас удивляются по всему миру, мировым событиям, которые происходят. Кто бы мог подумать, что такое будет происходить? Год назад. Кто бы мог подумать, что такое будет происходить? Все удивляются. Постоянно происходит что-то новое, о чем никто не мог подумать, что оно будет происходить. Но вот оно происходит. Будущее – это потемки, друзья. А мы с вами, когда в этой темноте едем на машине, то фары не могут осветить дорогу за всеми поворотами. Они освещают вперед только вот на 100 метров, и все. И когда мы подъедем ближе, мы увидим дальше. Вот так это работает. Это означает, что делай то, что тебе открыто сейчас. Делай то, что тебе открыто сейчас. Очень часто мы бы хотели... Мы не действуем, потому что мы что-то можем сделать, но мы не действуем, потому что... Ну, мы же не знаем, что потом будет дальше. Я знаю, я вот это могу сделать, ну, а потом что я буду делать? И мы не делаем, потому что... Ну, мы же не знаем, что делать дальше. Сделай то, что ты можешь сделать сейчас, и тогда ты увидишь, что ты можешь сделать еще. Но пока ты не сделаешь то, что ты можешь сделать сейчас, ты не увидишь то, что нужно сделать еще. Мы хотим, чтобы наши близкие были спасены, и чтобы они были с Господом. Это большая задача и большая цель. Сделай маленькое, что ты можешь сделать сейчас, чтобы приблизить своих близких к Господу. Сделай что-то приятное для них. Сделай что-то хорошее для них. Когда ты сделаешь что-то хорошее своим неверующим друзьям и своим знакомым, скорее всего, они это перенесут, отождествят с Господом. Потому что верующие ассоциируются с Богом. Если что-то делаешь ты, для людей это как будто это делает Бог. И когда верующие делают что-то неправильное, очень часто неверующие говорят, вот смотрите, что делают верующие. Где же тогда Бог ваш? И на Бога потом говорят. Это означает, что это работает в плюс. Если ты своим неверующим будешь делать, неверующим родственникам, и друзьям будешь делать добрые дела, они почувствуют, что это Бог им делает добрые дела. Делай добрые дела тем, за кого ты молишься, чтобы они спаслись. Молись за них и делай добрые дела своим родным и близким. Добрые дела открывают сердца. Добрые поступки, подарки, подарки, добрые слова, помощь. Помоги чем-нибудь. Окажи поддержку. Делай добрые дела своим близким. То есть нужно делать что-то такое, что ты можешь сделать. Мы не можем наших близких спасти, но мы можем им что-нибудь подарить. Мы не можем своих близких спасти, но мы можем им сказать добрые слова. Не делай сверхъестественных вещей. Оставь чудеса Богу. Хорошо? Не надо пытаться совершить чудеса. Но выполни свою естественную часть на 100%. И тогда ты увидишь, как Бог выполнит свою часть. Рождество учит нас тому, что Иосиф, Мария, Волхвы, они выполнили свою часть. И чудо произошло. Чудо Рождества произошло. Родился Спаситель. Этот младенец вырос, стал сильным. И он изменил весь мир. Так что от его Рождества теперь считают время. Мы и мы теперь вошли в 2015 год от Рождества Христова. Изменилось летоисчисление. Вся Вселенная, весь мир изменился. Но все началось с того, что кто-то послушался. Кто-то послушался. Кто-то проявил веру. Кто-то поверил, что это возможно. Что чудо возможно. Верь в чудеса, что чудо возможно. Рождество учит нас тому, что нам нужно верить в чудеса. Верь в то, что это может произойти. Просто верь. Очень часто наш мозг так работает, что он хочет все просчитать. Разум и вера противоречат друг другу. Твой мозг всегда включает минусы и плюсы. И он всегда задает вопрос, а что если у меня не получится? А что если у меня не получится, и я опозорюсь? А что если у меня не получится, и это будет воспринято неправильно? А что если меня отвергнут? А что если денег не хватит? А что если опыта не хватит? А что если, спрашивает наш разум? Вера, она идет по воде. Действуй верой. Рождество нас учит в вере. Мария поверила Господу. И через ее веру она стала той, через кого Спаситель пришел в мир. Потому что она поверила. Иосиф поверил Господу. И так же вера вменилась Аврааму в праведность. Верь в большее. Верь в лучшее. Верь в то, что все возможно. Верь в то, что самые смелые твои мечты осуществятся. Не бойся верить. Не бойся мечтать. Не бойся устанавливать большие цели перед собой. Расширь свое видение. Расширь свою мечту. Вот чему нас учит Рождество. Потому что в голову никому не могло вместиться, что Спаситель родится. Что Бог придет в этот мир. В голову никому не могло такое прийти, что Бог родится. А это произошло. Обычно то, что Бог делает, оно с трудом вмещается в нашу голову. Потому что Бог больше нас с вами. Бог больше нашего понимания. И потому это было бы так странно, если бы Бог нам что-то показывал. И это было бы так легко для восприятия. Тебе Бог что-то говорит, а для тебя это такая мелочь. И ты чувствуешь, что твоя вера зашкаливает. И Бог тебя просит о такой мелочи, что у тебя веры хватает на гораздо большее. Скажите, разве это нормально, что у тебя веры больше, чем Бог тебя о чем-то просит? Разве это нормально, что у тебя ресурсов больше, чем тебя о чем-то просит Бог? Опыта больше. Разве это нормально? Обычно Бог просит тебя о вещах, которые выходят за твои рамки. Выводят тебя за твои рамки, потому что Он рассчитывает не на твои способности, а на свои. Это Он через нас хочет действовать. Это Он хочет все обеспечить. Это у Него достаточно денег. И Он не на твои деньги рассчитывает, а на свои. Это у Него достаточно людей. И когда Илья плакал и говорил, я один остался, и души Мои ищут, Бог сказал, семь тысяч у Меня есть. И Он прямо сейчас видит этих людей, кого Он будет использовать. И Он прямо сейчас видит, как Он изменит все обстоятельства. Но нужно, чтобы ты поверил и двинулся. Чтобы ты поверила и двинулась. Ты та самая Мария, через которую Спаситель пришел в мир. Это ты та Мария. Это ты тот Иосиф. Через кого сегодня Божья работа происходит. Прояви те же самые качества, которые проявила Мария, которые проявил Иосиф сегодня. Чтобы Святой Дух сегодня через тебя рождал что-то от Иешуа. Прояви сегодня Иешуа через себя. Скажи ему, Иешуа, Мои руки, это Твои руки. Мои ноги, это Твои ноги. Мои глаза, это Твои глаза. Мои уста, это Твои уста. Проявись через Меня. Пусть уже не будет видно Меня. Пусть Твой характер проявится через Меня. Твои мотивы. Твое мышление. И Твои дела. Твои плоды. Иешуа, живи через Меня. Проявись через Меня. Измени мир через Меня. Господь, мы просим Тебя. Проявись через нас, Господь. Мы просим Тебя. Возьми нас, Божие. И проявись через нас, Господь. Не воинством и не силою. Но Духом Твоим, Господь. Мы рассчитываем не на свои способности, а на Твои. Скажи Господу. Скажи Ему, Господь, у Тебя достаточно денег. Скажи, у Тебя достаточно людей. Для Тебя нет преград. И нет невозможного. Все возможно Тебе. И нет невозможного в этом мире. Все возможно. Господь, спасибо Тебе, что все возможно. И я принимаю решение быть как Мария, быть как Иосиф. Я принимаю решение доверять Тебе, Господь, как они. Я принимаю решение быть послушным Тебе, как Мария и Иосиф. Я принимаю решение двигаться верой, как они. я принимаю решение быть гибкими, как они. И идти новыми путями, которыми я еще не ходила, не ходил. Я принимаю решение жить в праведности, как они, и в святости, в чистоте моей жизни. Я принимаю решение, как они всю свою жизнь посвятить Господу. чтобы через меня родилось спасение. И Ишуа родилось спасение для моих близких, для моего города, для моей страны, для этого мира. спасибо Тебе, Боже, что Ты взял обычных людей, таких, как Мария и Иосиф, и использовал их необычным образом. Возьми меня, Господь, и используй меня для служения Тебе. и для славы Твоей. Во имя Ишуа. Аминь. Давайте прославим Господа. Аплодисменты.